Здесь у нас Майкл Джонсон, Артем Лобов. Ну, прекрасно, я думаю, все знают, что Артем Лобов должен был здесь встречаться с Убарем Тухуговым, но этот бой был отменен, на замену вышел Майкл Джонсон. Артем Лобов, который обладает рекордом сейчас 14-14-1, ему 32 года, он идет на стрики из двух поражений подряд. Он проиграл Кабу Свонсону в бою, в котором он показал себя намного лучше, чем от него ожидали, но тем не менее бой он, конечно, не смог выиграть. В крайнем бою же проиграл Андре Филик, где, ну, местами тоже у него были вполне себе неплохие моменты. Ну, Артем Лобов предпочитает в стойке проводить бои, ну, это таким, некой тяжестью удара он обладает. Самое главное ему этот удар донести, что получается, ну, далеко не так часто, как ему хотелось бы. Что касается Майкла Джонсона, у него была такая стремительная полоса из неудач. Он проиграл три боя подряд, причем все три досрочно. Хабибу Нурмагомедову, Джатину Гейджи, Даррену Элкинсу. Причем, по большому счету, последних двух бойцов он вполне мог побеждать, но, как мне кажется, далеко не самый высокий уровень бойцовского интеллекта он показал. В крайнем же бою он встречался с Андре Филик. Ну, этот бой был весьма близкий, Майкл Джонсон вполне предсказуемо там был лучше в стойке, Фили предпочитал попытаться переводить в партер, но вот Джонсон все равно, по мнению судей, оказался лучше, выиграл этот бой с плитом. И здесь Майкл Джонсон, несмотря на то, что он выходит на такую достаточно короткую замену, он идет весьма большим фаворитом, 1,21, Артем Лобов за 4,75. Андрю, как считаешь, вот такие коэффициенты здесь по делу? На самом деле, меня больше всего удивляет то, что Зубайру Тухугова все-таки сняли, потому что на фоне всех этих событий, на фоне всего этого ажиотажа, который поднялся, этот бой, ну, я не знаю, наверное, хотели увидеть все. Ну, в том числе и руководство UFC, и особо удивляет то, что турнир-то проходит в Канаде, на который не распространяется юрисдикция комиссий из Соединенных Штатов. Ну, блядь, я не знаю, зачем отменили этот бой, ну, наверное, с точки зрения, что не поймут некоторые фанаты, там, ну, фанаты МакГрегора, в первую очередь, если Тухугова не накажут за то, что он вылетел в октагон. Ну, блядь, в остальном для меня это полнейшее недоразумение, ну, все хотели увидеть, чем, наконец, закончится эта история с Артемом Лобовым. Как бы, ну, ладно, имеем, что имеем. Майкл Джонсон, ну, выходит он на коротком уведомлении, что уже в любом случае не дает ему полной подготовки, как бы он там ни тренировался, подготовки под конкретного спортсмена у него не было. Для Лобова это однозначно будет положительным моментом, потому что Зубайра Тухугов, кроме ударной техники, может предложить еще и борьбу, и, скорее всего, предложил бы в том бою. Майкл Джонсон будет биться в стойке, что для Артема Лобова это однозначно хороший звоночек. В принципе, Лобов, если не брать в расчет его, ну, скажем так, не самый большой рич, он является неплохим ударником. Он хорошо режет дистанцию, действует достаточно нестандартно, бьет с разных углов и обладает неплохим ударом. Это если отбросить все разговоры о легенде, в принципе, я считаю то, что коэффициенты немножко не по делу. У него есть шансы поймать Джонсона, который не слишком выносливый и в последнее время тоже переживает явно не лучшие времена своей карьеры. У него, как ты уже сказал, был стриг из поражения. Это невыразительное выступление против Андре Филе. В общем, я думаю то, что бой будет стойкий и бой будет ближе, чем выставлены коэффициенты. Ну, да, я думаю однозначно этот бой будет стойкий. Тут, на самом деле, вариантов-то практически нет. Я думаю, что Майкл Джонсон здесь должен, несмотря на короткое уведомление, вполне здесь уверенно забирать. Собственно, ударник-то вполне себе неплохой. И любит работать на дистанции. И определенно ему в этом поможет то, что у Артема Лобова достаточно короткие руки. Кстати, в этом компоненте Джонсон аж на 23 сантиметра превосходит Лобова. Ну, собственно, я думаю, это ему должно помогать забрать здесь победу решением. Ну, а мы, я думаю, перейдем к следующему бою. И главный бой. Вулкан Аздемир, Энтони Смит. Два парня, которые, собственно, сейчас сходятся. Два нокаутера. По идее, как бы очень интересный, зрелищный бой. Вулкан Аздемир проиграл крайний бой. Дэниелу Кармье. Не удалось ему завоевать титул. Причем дорога к титулу достаточно у него такая быстрая была. Всего три победы. Он выиграл Овенца Синпрю с плитом. И затем были две очень-очень быстрые победы. Буквально в первые секунды над Мишей Циркуновым и Джимми Манува. Ну, Вулкан, собственно, как мы знаем, обладает тяжелым ударом. Борьба некоторая у него присутствует. Конечно, она несравнима с борьбой Дэниела Кармье, что он и показал. Но, тем не менее, бороться он умеет. Он это показывал в своих выступлениях до того, как попал в UFC. Ну, а что касается Энтони Смита. Ну, собственно, часто о нем пишут такое, что этот боец побеждает буквально одних таких ветеранов, списанных уже бойцов. Ну, может быть, какая-то есть в этом доле правды. Крайние два боя Смит выиграл и выиграл очень уверенно. Рошад Эванса и Мауриси Уро он нокаутировал. Причем обоих очень быстро, буквально на первых минутах первого раунда. Вообще, у Смита в UFC, кроме одной победы, все победы досрочные. Собственно, вот такое здесь столкновение двух бойцов. Вулкан из Демир идет фаворитом 1,54. Энтони Смит идет за 2,6. Андрюх, что думаешь по этому бою двух очень опасных парней? В принципе, у них у обоих все победы, кроме одной и кроме дебютной в UFC, это победы досрочные. Но, как мне кажется, у Вулкана Зимира, немножко забегу вперед, является малость переоцененным бойцом. Наверное, за счет того, что, опять же, он нокаутировал такого яркого проспекта, как Миша Циркунов, потом он нокаутировал Джимми Мануву, находящегося на весьма хорошем ходу, что позволило ему в итоге быстро выйти на титул. Но я верил в него, что он сможет зацепить Даниэля Кормье, но Даниэль Кормье переждал, ну, сколько там, минуту и 15 секунд, и Волкан Оздемир закончился на этом. По сути, и все, как бы. Ну, я не знаю, я думаю, что если убрать в расчет вот эти вот моменты, когда у Волкана Оздемира полно сил, когда он рвется вперед, когда он пробивает удары и так далее, момент, когда он начинает уставать. Здесь Энтони Смит будет однозначно лучше. Он гораздо разнообразнее в своей технике, он намного более выносливый, и что-то мне подсказывает, что его прозвище Львиное Сердце, ну, в этот раз тоже может очень серьезно сыграть, если Волкан Оздемир не сможет его потрясти, не сможет его забить в самом начале боя. Мы прекрасно знаем то, что Энтони Смит очень терпеливый боец, он может переживать избиение и при этом в итоге нокаутировать своего оппонента. И я думаю, в полутяжелом весе у него отличное будущее, он прекрасно стартанул, кто бы что там не говорил, что он потушил ветеранов, он выглядит очень здоровым, он высокий, он сильно бьет, он отлично чувствует дистанцию. Я думаю, то, что с технической точки зрения Волкан Оздемир не будет лучше однозначно него. Да, он будет рвать дистанцию, да, будет пытаться нокаутировать в самом начале, но я думаю, что Энтони Смит переждет это все и сможет прибрать инициативу в свои руки и задосрочить ближе ко второму-третьему раунду. Да, я знаю, здесь тоже скорее не соглашусь с коэффициентами букмекеров. И вот, как ты и сказал, Оздемира нужно переждать стартовый поток, но именно вот пережидание, это просто конек Энтони Смита, уже много раз у него такое было, ну, про что ты и говорил, он переживал реально, ну, такие достаточно тяжелые первые половины боев, но у него есть силы возвращаться, у него есть выносливость, и определенно он выносливость здесь будет лучше. И я думаю, что, опять же, если смотреть по таким коэффициентам, ну, безусловно, я бы здесь склонился скорее к победе Энтони Смита, ну, скажем, после, там, может быть, первого раунда и, там, половина второго, я думаю, что, скорее всего, вулкан Эздемир вполне предсказуемо будет опасен именно в первые минуты. Ну, особо я не знаю, здесь, наверное, больше нечего добавить, у нас, я думаю, все здесь. Да, ребят, вот такое вот мы, кажется, разобрали для вас, ставьте лайки, пишите комментарии, как обычно, в скором времени у нас будет еще достаточно много промежу... Блядь, ебаный урод, что я говорю? Ладно, похуй. У нас будет еще достаточно много времени до следующего турнира, и в этот промежуток мы что-нибудь обязательно для вас запишем. Все, ребят, давайте ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все как обычно. Всем пока.